МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В селе Кокташ Баткенской области рассвет. Село находится внизу вьюгор, поэтому солнце здесь появляется только в обед. Сегодня здесь тихое утро. После столкновений, которые произошли 9 января между гражданами Таджикистана и Кыргызстана, прошло более двух недель. Ситуация постепенно улучшается, но напряжение все еще остается. Кузница Сайфуа Назарова после столкновения была закрыта. Сегодня он снова взялся за инструменты. До начала весенних полевых работ надо выполнить заказы односельчан. Чтобы расходов поменьше было, сначала мы большие рейки делаем, а затем средние, а потом маленькие. Работа с деревом очень сложна. Клиентов в последние годы стало гораздо меньше, говорит Сайфуа Назаров. Раньше к нему заходили и таджики. Сейчас отношения с ними ухудшились. Не то, что заказы не делают, даже не здороваются. Раньше таджики приходили ко мне. Я им делал окна, двери, не только соседних сел Чаргу, Мачай и других районов тоже. Сейчас редко, если кого-то на улице встретишь, здороваются. После таких столкновений отношения меняются. В последние две недели в селе много вооруженных солдат. Они будут стоять здесь до тех пор, пока ситуация не нормализуется. Каждые четыре часа дежурные меняются. С одной стороны улицы кыргызские солдаты, с другой – таджикские. В любом другом селе вооруженные солдаты вызвали бы беспокойство жителей. Но только не в Кокташе. Жизнь на границе учит не бояться оружия. Самое главное, чтобы не было стрельбы. Сэфуа Назаров завтра поедет в центр, в город Баткен. Потому что жена находится в больнице. После столкновения на границе у нее подскочило давление. Столкновения часто отражаются на женщинах и детях. Протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном – 971 километр. Из них 450 километров не определены. На сегодняшний день около 70 участков являются спорными. В Кокташский аильный округ входят четыре села. Это Кокташ, Ортобос, Учдойго и Минбулак. Все граничат с Таджикистаном. И спорных участков тоже много. Эпицентр конфликтов – участок Дахма. Здесь дома расположены в шахматном порядке. Последний раз стреляли именно здесь. Я каждый день, утром и вечером проезжаю таджикские села. И бывает часто, что в машины кидают камнями местные жители. Но у нас выбора нет. Нужно ехать. Потому что кроме нас никто не будет работать. Для Алишера Манапова все богатство и источник дохода – это белый бус. Он работает по маршруту Баткен-Аксай. Туда поехать может не каждый желающий. Чтобы добраться до Аксая, нужно проехать между селами Таджикистана. Напряжение в работе не заканчивается и когда он возвращается домой. Потому что дом Алишера находится на границе Кыргызстана и Таджикистана. Разделяют два государства здесь. Забор из глины и веток. Это мой дом. А вот здесь тоже Кыргыз живет. Между домами есть маленькая дорога, где один человек еле-еле помещается. А потом начинается таджикское село Саманен. Здесь таджиков больше, чем кыргызов. Я знаю. Таджика, который живет за стеной. Но не общаемся. Алишер сейчас живет только со старшим сыном. В день, когда произошла стрельба, 9 января, он вывез всю свою семью из села. А он сам никуда не уйдет. Потому что граница защищается только людьми. Дедушка и семья находятся в селе Актатыр. Мы надеемся, что власти решат приграничные вопросы. И мы будем жить в мире и спокойствии. Но пока никаких итогов и продвижения не видим. Жители села Кокташ давно забыли, что такое сон. ЧП между двумя странами иногда происходит из-за двух человек. До трех ночи мы не спим. В данное время я тоже спать хочу. Вчера не спал. Здесь уснуть ночью невозможно. Мы обычно днем спим. Так безопаснее. Приграничные вопросы Баткена невозможно понять, не приехав сюда. Местные жители говорят, что информация, которую распространяют журналисты, и заявления политиков не всегда охватывают весь масштаб проблемы. Потому что они смотрят на здешние проблемы, находясь в Бишкеке. Многие даже в Баткене никогда не были. Поблемы понимают люди, которые здесь живут. Неместные часто говорят, почему бы вам не жить в спокойствии. Мы тоже очень хотим жить в спокойствии. Например, если я куда-то собираюсь, я вынужден с собой брать своих детей. Дома оставить не получится. Чтобы нагляднее показать проблему границ, мы запускаем в небо беспилотник. Местные жители помогают сориентироваться на местности. Они показывают, где живет таджик, а где кыргыз. Ситуация очень сложная. Дома расположены в перемешку. Сейчас вы видите село Кокташ с птичьего полета. Первое время кажется, что село кыргызское. Но здесь живут граждане двух государств. В центре села живут таджики, а кыргызы на двух окраинах села. В конце села такая же ситуация. Дома кыргызов в центре разделяют таджикские дома. Здесь улица Музафара Назарова. Многие столкновения начинаются отсюда. Потому что по этой улице ходят и таджики, и кыргызы. И сейчас ходить по главной улице села небезопасно. Дети здесь могут гулять только в сопровождении родителей. Эта улица относится к кыргызам. А за этой стеной начинается уже Таджикистан. А во время конфликтов по этой улице никто не ходит. 23-летний Айбек Ибрагимов мыслит иначе, чем его друзья. Многие молодые люди села стараются уйти отсюда и искать счастье в других местах. Айбек не уйдет с Кокташа. Потому что на границе каждый человек на счету. Если село Кокташ перейдет в руки таджикам, тогда город Баткена останется без воды. Кроме этого, село Аксай и Лейлегский район превратятся в анклав. Потому что в верхней части села дорога в Аксай, а в нижней дорога в Лейлег. Айбек прав. Кокташ – стратегическое село, которое находится у истока реки и пересечения многих дорог. Русло реки, которое течет из ущелья Аксай, делится на два. Одно уходит в Таджикистан, другое в Кыргызстан. По этому каналу заполняется водохранилище Турткуль. Из него пьют воду жители города Баткен и нескольких сел. А самое главное – управление водными ресурсами здесь находится у кыргызов. Местные жители говорят, одной из причин таких конфликтов может быть именно вода. Вода – это источник жизни, и это хорошо понимают и Таджикистан, и Кыргызстан. До этого бывало, что таджикская сторона нападала на этот водозабор. Нам кажется, что они хотят, чтобы управление было у них. Этого допустить никак нельзя, потому что весь Баткен превратится в пустыню. Нет людей, которые приезжают жить в Кокташ. Наоборот, многие бросают отчий дом. В таких случаях местные жители не допускают, чтобы этот участок или дом покупали таджики. Из-за этого здесь много пустующих домов. Вот, например, у меня есть в городе свой дом, но я не хочу уходить, потому что если уйдут человек 5-10, то и остальные тоже за ними пойдут. Этого допустить нельзя. Если человек собирается уехать куда-то, мы сначала его уговариваем. В крайнем случае дома сами покупаем и оставляем дом, чтобы потом продать кыргызам. Это следы от пуль. Такие следы на стене от пуль хорошо иллюстрируют ситуацию на границе. Местные жители говорят, инициатором столкновений всегда является таджикская сторона. Когда началась стрельба, я здесь стоял и смотрел на таджиков. Сразу после того, как я ушел, сюда попало много пуль. Бог спас меня. Хозяйка дома, который попал под обстрел таджиков, Сапаргуль Назимова. Она никогда не забудет то столкновение. Как можно забыть ту ночь, когда она с четырьмя детьми бежала из дома, спасаясь через окно? Мой муж работает в Бишкеке. Когда услышала звук пуль, очень испугалась. Дети начали плакать. Я открыла заднее окно и выбежала на улицу, потому что там находятся дома кыргызов. И солдаты отвезли нас с детьми в местную школу. Мы ночевали там. Мне до сих пор страшно. У Сапаргуль Назимова и сегодня двери закрыты, а окна на всякий случай нет. Если опять начнется конфликт, она с детьми покинет дом уже проверенным способом. Девушки отдыхают. Давайте разделимся на две команды. Был бы газон, мы бы играли на газоне. В Кокташи уже вечер. Вместо зеленой травы – белый снег. В каждой команде 11 человек. Односельчане провожают каждый день, играя в футбол. Футбол очень похож на жизнь кокташевцев. И здесь надо вместе с командой, действуя как один организм, защищать свои ворота. Этот спорт командный. Удача зависит от единства и дружбы. А кокташевцы знают, как действовать вместе. Единство – это самое главное в приграничных селах. Улукбек Таджибаев продал таджикам 4 мешка угля. И у него на руках 166 самани. Если переводить на наши деньги, больше тысячи сомов. Здесь не выбирают валюту. Сом и самани здесь используются одинаково. Многие кыргызы топят свои дома кизяком. А наш уголь покупают таджики. У них тоже есть шахты, которые добывают уголь. Но у нас качество лучше. Например, этот кусочек оставишь до утра – не погаснет. В сравнении с Кокташем в селе Аркали-Лекского района ситуация лучше. Таджикистан греется с улуктинским углем, а кыргызские граждане ходят на базар Таджикистана, чтобы закупиться продуктами. Местным жителям проще поехать в соседнюю страну, чем в свой районный центр. Чтобы добраться до районного центра, нужно потратить много времени, потому что там дорога очень плохая. Не только себя. Машину жалко иногда. А в Таджикистане везде асфальтированная дорога. За 10-15 минут мы доходим до центрального рынка Таджикистана. И дома здесь расположены с одной стороны улицы. В нижней части дороги живут таджики, верхние кыргызы. Здесь границы нету. Каждый желающий может попасть в соседнее государство. И это на руку контрабандистам. Большие фуры через село Арка проходят в Таджикистан. И не факт, что они пересекают границу через КПП. Кубат Нишаров познакомит нас с селом Максат. Последний конфликт, в котором погиб солдат, произошел именно здесь. Нам не нужны конфликты. Пускай эту сторону отдадим таджикам. А в этой стороне сами будем жить. Они тоже люди и для нас являются соседями. Простые жители. Мы не ругаемся. Относимся к друг другу хорошо. Здороваемся. Общаемся. Село появилось после 2000-х годов. В целях защиты границы государство построили эти дома. Если появляются желающие жить здесь, землю им выдают бесплатно. Село Максат имеет очень большое значение для Кыргызстана. Это своего рода пограничная стена. И если бы не было этого поселения, земли постепенно уходили бы таджикам. Населения у них больше, а земель не хватает. Вот здесь была маленькая дорога. Уже пользуются таджики. Я кыргызских машин там не вижу. В Максате, кроме приграничного вопроса, много и других проблем. Иногда кажется, что все проблемы Кыргызстана собрались здесь. Но жители села привыкли жить молча. Потому что человека, который говорит правду, не любят местные органы власти. Как Кыргызстана, так и Таджикистана. Недавно моя жена выступила по ТВ. И таджикские солдаты увидели это в интернете. И теперь не пропускают. А нам надо на этот рынок. Встретить здесь мужчину очень сложно. Все трудоспособное население уезжает на заработки в Россию. Максат постепенно превращается в силу стариков и детей. Звупеницер Кибаева ждет своего внука, который поехал на подработку. Надо пораньше поставить чай, потому что здесь электроэнергии практически нет. Однако внук не всегда рядом с бабушкой. Как и другие односельчане, весной он поедет в Россию. Он недавно приехал оттуда. Пока находится дома, нужно успеть закончить дела по хозяйству. Если весной будет вода, мы посадим пшеницу. Если нет, то делать нечего. Будем ждать денег от внука. Когда внук уедет, Звупеницер Кибаева останется с невесткой и тремя правнуками. Жизнь пятерых человек зависит от дохода одного мигранта. Довести по арыкам сюда поливную воду очень сложно. Из-за этого здесь всегда засуха. Кроме того, зимой и летом здесь сильный ветер. 70-летняя Звупеницер Кибаева прожила всю свою жизнь на границе. Более 10 лет она жила в Таджикистане. Много раз оказывалась в эпицентре конфликта двух стран. За эти годы повидала многое. Но не видела, чтобы решали приграничные вопросы. За 70 лет, говорит пожилая женщина, приграничные проблемы не изменились. В день, когда произошел конфликт, я находилась в роддоме. Близкие, чтобы не волновать меня, не говорили, что произошло. Не стали говорить, что там стрельба идет. Муж находился три дня там. Не могла дозвониться. После родов еле дозвонилась и сказала, что благополучно родила сына. И он сказал, будем звать его Максат. Я сразу согласилась. Максат тоже будущий пограничник. Он родился 16 сентября прошлого года, в день, когда произошел конфликт в селе Максат. В тот день его отец, подполковник Акалбек Мамат Керимов, защищал свою родину. Именно поэтому назвать сына решил Максатом. Мы назвали сына Максатом. Хотим, чтобы и в Кыргызстане, и в мире был мир. У меня пять сыновей. Я думаю, что все они станут пограничниками. Вот старший сын заканчивает 11 класс и собирается поступить в военный вуз. Когда Максат вырастет, думаю, и он пойдет по стопам отца. В тот день Кыргызстан потерял одного из солдат. От пули таджиков погиб Равшан Муминов. Пройдут годы, и Максат вместо него пойдет защищать родину. Отец уже решил, сын станет пограничником. По словам Акалбека Мамат Керимова, для мужчины защищать границу – это честь. Игорь Потанин, Абек Бейгусунов, Джанарбек, доктор Бекулу, НТС, Баткенская область. Добрый вечер. Меня зовут Елена Яковлева. И сегодня, как всегда, в рамках программы «Итоги недели» мы приглашаем интересного гостя и говорим, естественно, на очень актуальную тему. Сегодня к нам пришла Динара Шархонова, правозащитница. Добрый день. Здравствуйте. Мы сегодня будем, наверное, в очередной раз поднимать эту тему. Но почему мы это делаем? Потому что с каждым разом ситуация становится интереснее. И появляются очень интересные зарисовки, эпизоды. Мы видим, насколько у нас меняется сейчас обстановка, настроение. Говорим мы, конечно, о предстоящих выборах. И день ото дня у нас какие-то звучат новые данные или призывы. Какие-то со стороны политиков определенные фразы. И мы потом уже начинаем понимать и анализируем, конечно, к чему это, что они хотят этим сказать. Ну, во-первых, у нас еще пока только январь. Мы только стартуем в этом году. Но, тем не менее, 20-й у нас год выборный. Соответственно, определенные подготовки мы уже наблюдаем, как я говорила. Особенно среди политиков, разумеется. Вот вы, как человек, который очень много лет вообще в нашей стране, отслеживаете вот эту ситуацию с выборами. О том, как они проходят, какие у нас есть нарушения, какие у нас есть достижения и прочее. Вот 9 месяцев впереди, что вы сейчас уже можете нам сказать интересного? Ну, ничего интересного я вам сказать пока не могу. Потому что мы все с вами сейчас будем наблюдать, как политические партии активируются. Потому что так сложилось у нас в стране, что политические партии между выборами исчезают и появляются буквально в предвыборный период. И, как вы правильно заметили, 2020 год – это год выборный, парламентские выборы. Поэтому политические партии начинают готовиться. И первые мы с вами информацию уже видим, что следствия массовой информации проводят опросы, за какую партию вы проголосуете. Ну, и там, конечно, идут накрутки за определенные партии, возможно. Но уже сейчас политические партии пытаются увидеть настроение. То есть они начали измерять настроение электората. Что же они сейчас могут предложить электорату во время выборов, чтобы электорат за них проголосовал? То есть смотрят и прощупывают почву, что хотят люди, что они хотят слышать, в каких сферах и так далее, наибольшей тревоги, наибольшей желания. Вот смотрите, хорошо. Вот сейчас мы много раз уже об этом говорили, что какие-то основные игроки, которые были на выборах в 2015 году, ну, некоторые, скажем, сейчас претерпевают очень нелегкие времена, кризисные определенные, да, и вот мы ждем новых игроков. Тем не менее, вот в связи с этой такой вот немножко перетрубацией, могут быть какие-то такие сюрпризы? Нет, у нас сюрпризов не может быть. У нас политики, ну, как скажем, люди, которые приходят в политику, потому что есть политики, есть люди, просто случайно попавшие в политику. У нас сейчас как раз такое есть. Есть политики, которые постоянно выражают какие-то позиции, которые как бы давно на политическом олимпе, ну, да, вращаются. И есть люди, которые вообще туда случайно попали и пытаются быть политиками, есть люди, которые вообще не пытаются даже быть политиками. Это депутаты, среди депутатов мы это наблюдаем. И в этом случае, конечно же, они будут сейчас готовиться, и сюрпризов каких-то ожидать мы не будем, потому что они привыкли все к осторожности. Вообще у нас политика очень осторожная. И вы это увидите, ну, мы с вами видим, это из шестого созыва, когда парламент абсолютно не обсуждает какие-то актуальные или очень острые темы, да, то есть, ну, как бы нету там такого бурного обсуждения. Есть один-два депутата, которые поднимают этот вопрос. Могут сказать. Ну, в основном, да, да, они могут это сказать, но вот этого обсуждения там внутри не происходит, потому что все осторожничают. Поэтому, когда в политике есть люди, которые очень сильно осторожничают и все время смотрят, что же скажет там главный или кто там имеет власть, то обычно сюрпризов таких особых не бывает. Будет, как всегда, как мы привыкли, что мы увидим новые партии, мы увидим старых людей совершенно в других партиях, то есть, потому что у нас есть миграция, да, партийная миграция, она будет проходить. По партии у нас неустойчивые, у нас будут исчезать какие-то партии, будут появляться совершенно новые партии. И будут какие-то партии старые, которые, возможно, будут еще пытаться там, значит, участвовать, участвовать, да, во время выборов, пытаться еще электорат свой собирать. Да, потому что мы видим, да, как вы сказали, партийный кризис, он коснулся уже нескольких партий, и это все связано с тем, что лидеры партии набирают людей, кандидатов не исходя из их позиций, исходя из приверженности ее партии, но исходя из каких-то там денежных вопросов, финансовых, да, потому что они эти деньги собирают с них. Поэтому получается, что когда партия оказывается перед лицом каких-то рисков политических, да, уголовного преследования и так далее, то эти люди куда-то исчезают, они не проявляют какую-то последовательность, они не защищают. Вмешиваться, не торопятся. Вмешиваться, не торопятся, защищать тоже не торопятся. Все они начинают предпочитать говорить, что они вообще независимые члены, которые просто путем этой, с помощью этой партии вошли в парламент. Поэтому вот такой разброд внутри, отсутствие вот этой политической, партийной какой-то такой устойчивости, приверженности этой партии, она у нас еще пока на таком зачаточном состоянии. Еще в этом плане не эволюционировали, да? Ну, потихоньку, потихоньку, все равно, да, конечно. Мне кажется, что, да, последний, вот как раз последний созыв и события вообще за последние лет пять, они многим партийным лидерам показали, что в те периоды, когда были особые, особенные кризисы внутри партии, то есть лидеры поняли, что, ну, надо как-то менять подход к подбору с партнеров. Посмотрим. Вот. Кто из них понял, кто из них не понял. Вот смотрите, все равно, да, вы говорите, что подбирают партнеров чаще по, не, ну, многих, да, еще и потому, что есть какой-то такой денежный момент. Да. А в этом году это будет особо, наверное, все-таки обострено, потому что девятипроцентный порог был введен, и он с этого года начинает действовать, соответственно, новые выборы пойдут именно по этому барьеру, в соответствии с этим барьером. Ну, и это означает, что нам нужно больше набирать, больше набирать голосов, а это затраты гораздо больше. Да, это очень большие затраты, но я еще раз хочу сказать, мы еще с осени этого прошлого года мы подняли, мы начали поднимать вопрос снижения этого порога, потому что 9% это очень высокий порог. Такой порог только выше у нас в Турции, вот 10%, а в других это 5%, ниже 7%. У нас почему-то решили, что 9% может быть преодолимым, он непреодолимый, мы будем изначально говорить, поэтому для того, чтобы его преодолеть, нужно очень много ресурсов, очень много ресурсов, если ты не обладаешь электоратом. А когда появляется новая партия, у которой нет электората, то, естественно, она будет использовать либо административный ресурс, либо финансовый ресурс. То есть это агитаторы? Да. Ну и поэтому мы сейчас говорим, еще до июня мы можем вносить изменения в правила. Агитаторы позволяют. Позволяют, поэтому парламент должен нас услышать, парламент не хочет слушать, он осторожничает, он молчит, он ищет деньги, политические партии. А зачем этого делать, если вы можете сейчас вместе взять дружно и снизить эти барьеры? Снизить до 5%, вот мы предлагали вообще до 3%, чтобы появились новые политические группы, политические силы, снизить залог с 5 миллионов до 1 миллиона, открыть список своих кандидатов, чтобы мы могли внутри партии голосовать за определенного кандидата, то есть чтобы мы определяли, кто достоин вашей партии получать мандат, а не так, чтобы лидер сам решал, кого запускать в этот парламент. Иначе доверие к таким партиям, вот когда они войдут в парламент, будет падать. А как вы думаете, почему? Это ухудшает парламентаризм. А почему наши депутаты, это же уже была попытка, на самом деле, летом, когда принимался пакет определенных изменений в законодательство выборное, говорилось об этом и, естественно, предлагалось эту норму, но большинство не поддержали возврат к снижению. То есть, естественно, есть определенная причина, есть определенный интерес, соответственно, людей, которые в данный момент находятся в парламенте, и которые рассчитывают, как они пойдут в парламент. Да, они хотят договориться, понимаете? Договориться. То есть, изначально у нас идет какая-то очень такая лицемерная политика, когда мы говорим, что это будут выборы, но они там пытаются договориться, кто все-таки уже пройдет. И, исходя из этого, будут смотреть, да, то есть, поддержат, то есть, останется эти 9% или нет. Если бы там были партии, которые действительно будут сортизаться, и только в борьбе за голоса они смогут преодолеть эти голоса, то они бы снижали бы эти правила. Если же они договариваются, кого их пропустят, кто их пропустит изначально, то понятно, что они, никто из них против этих правил, которые установила власть, не пойдет. Или же они уверены, что они посредством своего авторитета и своих денег могут пройти? Те, кто сейчас имеют? Посредством авторитета, наверное, не уверены, но посредством денег возможно. Поэтому сейчас они начинают уже, как бы, переговоры, наверное, возможно, бизнесами и с разными людьми, которые имеют эти финансы, чтобы, вот, используя эти финансовые ресурсы, пройти в парламент. Почему? Я вот сказала, что у нас, к сожалению, будет, пока будет применяться административный ресурс, будет и в противовес применяться и финансовый ресурс. А это покупка голосов. Потому что партия власти, если она использует все государственные органы, все госслужащие, муниципальные служащие работают на партию власти, собирают для нее голоса, то другие конкурентные партии, они должны как-то же состязаться, и чтобы тоже набрать голоса, они должны будут использовать больше финансовый ресурс. Интересно, что мы пока еще не можем назвать точное название, да, и точное имя партии власти. Почему? Уже же говорят, это беремдик, вот, уже в средствах массовой информации идет голосование, она там получает определенный, ну, хотя говорят, что это накрутка, но, тем не менее, все равно уже, как бы, ближе, ближе, ближе к выборам уже все будет определяться. На этой неделе вот лидер одной фракции призвала граждан подороже продавать свои голоса. Ну, смысл, конечно, был немножко в другом, то есть он таким образом говорил, что чем дороже, тем сложнее будет вас купить, да, купить всех нельзя, тем более, если это будет дорого. Значит, это будет шанс для других молодых образованных попасть в парламент. У ЦИКа свои методы, они решили, естественно, эти пропаганды говорить, что не продавай голоса, иди на выборы и ставь свой, значит, вот свою галочку, да, свою отметочку за тех, кого ты считаешь достойным. Тем не менее, ну, как бы, мы понимаем, что эта проблема есть, и мы не можем каким-то образом отследить всех наших избирателей, как вообще с этим быть. Ну, то есть, каждый человек волен поступать так, как он хочет. Да, если хочет продать, значит, он его продаст. Если он не хочет, он его никогда ни за что не продаст. Вот ваши наблюдения, они что говорят? Больше какой настрой у людей? У людей настрой такой. Он и был. Все зависит от того, насколько они верят, что партии, которые пройдут в парламент, будут действительно представлять их интересы. Если они изначально не верят в том, что эта партия пройдет и будет представлять его интерес, он будет пытаться хотя бы день выборов использовать для своей пользы. Поэтому он и продает голос. Понимаете? Потому что он не видит пользы от этой партии, если она придет. И это все потому, что вот эти созывы, когда они работают, они не опираются на народ. Они не слушают, они не представляют их интересы, они не обсуждают острые вопросы, проблемы, они не улучшают жизнь людей. Поэтому избиратель ждет выборов просто для того, чтобы, ага, приходите, дорогие, давайте, я вас всех вот сейчас попользуюсь этой возможностью, я сейчас свой голос буду продавать. Да, он будет говорить, а что вы не покупаете ему голос? Есть и такие избиратели. Но все будет зависеть от того, насколько вообще сама политическая элита, партия, какая у них позиция. Если они изначально говорят, продавайте свои голоса, то избиратель будет продавать голоса. Понимаете, у нас же все идет. Мы все копируем верхушку. Как они себя ведут? Нарушают закон, и мы нарушаем закон. Не нарушают закон, проповедуют верховенство закона, добросовестность. И люди тоже так будут. Это всегда так было. Поэтому политическую культуру можно менять, если будут меняться сами приемы у этих политиков. Понимаете? Если они будут говорить нам одно, а делать другое, никогда нельзя это скрыть. И избиратели тоже так себя будут вести. Если они будут честно бороться за эти голоса, пытаясь не покупать эти голоса, со временем все это станет тоже нормой, когда это будет стыдно продавать голос. Но пока есть спрос, будет и предложение. Понимаете? Спрос прождает предложение. У нас есть и закон за подкуп голосов. То есть у нас вплоть до 2,5 лет лишения свободы. То есть если кандидат, естественно, дает деньги человеку за его голос. В то же время, сейчас, даже в данное время, есть рассмотрение, вариант проект, который предусматривает ответственность в штраф до 30 тысяч и человеку, который продает этот голос. Но, к сожалению, не пойман, не вор, как говорится. Пока за руку не хватает, это очень сложно доказуемое дело. Но есть еще один момент. Насколько я понимаю, сейчас рассматривается так, чтобы не только пострадавшая сторона какая-то заявляла, но если еще кто-то третье лицо заявляет и говорит, что вот тот подкупил того-то, тогда будет реакция. Ну, возможно. Но, знаете, это большей частью будет использоваться для того, чтобы выкинуть какую-то ненужную партию. Например, я заявлю... Да, да, это, возможно, инструмент манипуляции, когда какой-то избиратель, какой-то гражданин заявляет, что такая-то партия пыталась купить его голос или пыталась купить голос его близкого или еще какого-то знакомого. Да, они могут вполне такие, значит, заявления делать. И тут все зависит от власти, то есть у нас пока, к сожалению, все избирательно, закон работает избирательно. Захочет, возможно, если увидит, что эта партия представляет какую-то угрозу и может получить там самые основные голоса, то, в принципе, они могут ее и выкинуть, возбудить уголовное дело и снять ее с гонки. В этом есть опасность. Да, и, возможно, могут быть такие варианты. Но на самом деле я наблюдаю очень много выборов, когда все равно политические игроки пытаются договариваться и пытаются не так жестко друг с другом поступать. Поэтому я думаю, что все равно эти законы работать не будут. И это даже не потому, что заявления будут или не будут. У нас правоохранительные органы и органы прокуратуры, они сами во время выборов стараются с такими заявлениями вообще как бы не работать. Были случаи, когда наша коалиция, когда я там руководила, мы подавали заявление о подкупе, но они заволокители это дело. У нас вообще по существу редко что рассматривается во время выборов. У нас стараются только такими административными какими-то этими отделаться. Поэтому закон о подкупе, он работать не будет. Это нужно делать пропаганду. Это нужно постоянно, и не только во время выборов, когда выборы наступают. Это постоянно, ежедневно, ежегодно должны выделяться, должны быть программы образовательные, просвещения, в котором сами и сами политики должны постоянно демонстрировать, что они против подкупа. А не говорить, продавайте свои голоса, но подороже. Это неправильно. Ну, на предстоящих выборах, да, уже многие расценки озвучивали за один мандат. Кто-то говорил, 300 тысяч кому-то уже предлагали. Купи другому за 500 тысяч, хочешь в парламент третий. Вот уже, если так по подсчетам посмотреть, 3 миллиона долларов называют такую сумму. Ну, может быть, для людей денежных это небольшая сумма, и, в принципе, вообще это реальные цены? Это вообще так делается? Нет, это на самом деле так вообще не делается. Вообще партии создаются из членов, которые привержены этой партии. Ну, в реальности, мы говорим. И эти люди идут. Но у нас пока она обрела такой уродливый характер, потому что списки закрытые. Наши предложения, которые мы уже несколько раз проводили обсуждения, озвучивали и направляли письмо, чтобы провели парламентские слушания, парламентские обсуждения, это не только снижение порога и снижение залога. Мы еще предлагали открыть список кандидатов. То есть мы сейчас как голосуем? Мы сейчас голосуем только за партию. А лидер партии уже сам решает, кому раздать мандаты, кого заставить написать заявление и уйти из партии. Мы это наблюдаем уже второй раз, вторые выборы. Поэтому мы предлагали открыть список, когда я определяю, какая партия должна пройти, но и внутри списка кандидатов я голосую за кандидата, чтобы кандидат, получивший большинство голосов избирателей, получал мандат. Тогда лидер партии не может решать, кому раздать мандат. Он не сможет продавать этот мандат. Будут заходить те внутри партии, которых он включил, те, которые получили большинство голосов избирателей. Это очень хорошо. Это снижает внутрипартийную коррупцию, которая порождает вообще потом коррупцию. Но усложняет систему. Да, усложняет. Да, для лидера партии это плохо, потому что он, конечно, хочет привезти туда всех послушных, и чтобы они там все помогли ему собрать деньги. Потому что, к сожалению, партия, чтобы состязаться, она должна иметь деньги, потому что правила такие. Ну и затрат много. И я вам еще раз повторяю, пока будет использоваться административный ресурс, когда партия власти легко, бесплатно, используя весь государственный механизм, проходит на выборы, когда на нее работают почти все государственные служащие, муниципальные служащие, то есть административный ресурс, другие партии вынуждены будут использовать финансовый ресурс, чтобы состязаться, чтобы состязаться. К сожалению, пока это так. Ну, будем наблюдать, как вы говорите, да? Да. Спасибо вам большое за нашу интересную беседу. Ну, а я с вами, друзья, прощаюсь. Это программа «Итоги недели». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»